Найти противника помогает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Установленная на нем камера передает данные на экран в наблюдательный пункт. 5 литров бензина в баке на 10 часов беспрерывного полета. Металлическая птица готова к работе. Пара секунд и беспилотник в небе. Высота над военным полигоном 5 километров. Все, что видит, передает на Землю в онлайн-режиме. Такой аппарат может охватить территорию в 500 километров, что неоценимо для танкистов и артиллеристов. Это позволяет снизить время выполнения огневой задачи, повышает точность огня и снижает расход боеприпасов. Расход боеприпасов снижается втрое. Все цели с неба виднее, и промах после такой коррекции практически невозможен. Цепочка последовательных действий беспилотника, наземного наблюдательного пункта и стреляющих танков или пушек называется разведывательно-огневым контуром и сформировалась из опыта вооруженного конфликта в Сирии. Координаты цели определены. Теперь начальник подразделения выбирает средства поражения. На выбор артиллерия, танки, БМП. Здесь все зависит от дальности расположения противника. Азиментальный указатель 32-15, уровень 30-20. Огонь! Сразу после поражения цели, танковый взвод должен сменить огневую позицию. Сделать это максимально незаметно для противника, помогает маскирующий дым. На поле боя друг друга сменяют танки Т-72Б3 и БМП-3. Прицельная дальность стрельбы у первых до 10 километров. Вторые наносят огневой удар вдвое ближе. Тепловизоры, установленные в тройке БМП, позволяют точно наносить удары днем и ночью. Стрельба ночью, теперь не предстоит никакой сложности. То есть на экране вся местность, цели видны как на ладони. Как в компьютерной игре. Навел крестик, нажал перезарядку, выстрел, цель поражена. Смена позиций, выстрелы команды. На учениях фиксируется точность выполнения каждого норматива. И потом, как на экзамене, военные получат оценку. Вера Данилиди, Юрий Санкин, Дон-24, Октябрьский район.